Всем привет! Сегодняшний урок посвящен истребителю БФ-109Е7 Эмиль. Эмиль седьмой модификации это продолжение развития серии истребителей Мистер Шмидт. Он появился в сентябре 1940 года и отличался от четвертой модификации лишь наличием подвесного сбрасываемого бензобака емкостью 300 литров. Это позволяло продлить время полета с почти 2 часов до 2 часов 40 минут. Система подвески топливного бака была спроектирована так, что ее легко можно было превратить в пилом по 250 кг бомбу или по 450 кг бомбы. Специальная тележка с ручным подъемником использовалась для подвески бомбы СЦ-250. Машины прежних серий, которые не имели подобного устройства, проходили переделку в заводских условиях. Выпускать Е7 начали сначала на трех заводах в сентябре 1940 года, вскоре к выпуску присоединились еще два завода. Выпуск самолета планировалось продолжать до марта 1941 года, но из-за программы переделки старых самолетов до стандарта Е7, последние машины этого типа поступили в части в ноябре 1941 года. 109-й Е7 стал первым Мессершмиттом, в конструкцию которого внесли множество новых конструктивных решений, отработанных в ходе разных программ. Модификация Е7, получившая 5-ти лиметровую броню, защищавшую снизу двигатель, топливный бак и радиатор, обозначалась Е7-Ю-2. На БФ-109Е7З немецкие конструкторы впервые опробовали систему форсажа двигателя с помощью впрыска с зайкиси азота ГМ-1, которая позволяла улучшить характеристики самолета на высотах свыше 5000 метров. Хотя ГМ-1 действительно позволяла увеличить мощность двигателя, но из-за связанного с ее установкой смещения центра тяжести машины, штопорные характеристики значительно ухудшались, и от серийного производства пришлось отказаться. Специально подготовленный для эксплуатации в условиях жаркого климата вариант БФ-109Е7Т тропический поставлялся в истребительные подразделения, воевавшие в Средиземноморском театре боевых действий. Помимо песчаного фильтра, который монтировался на входе нагнетателя мотора, он нес специальный аварийный комплект и оснащался узлом крепления для съемного зонтика, прикрывающего кабину. После взлета пилот открывал заслонку, и вплоть до посадки воздух к нагнетателю поступал, минуя пылифильтр. Тем самым обеспечивалось снижение сопротивления на входе в нагнетатель, и повышалась мощность мотора на средних и больших высотах. Перед посадкой пилот вновь переключал воздушный поток на пылифильтр. На самолете установлен 12-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения DB601А1 с мощностью 1100 лошадиных сил. Двигатель имеет четыре режима работы при разном надуве. Первый режим номинальный, это 2200 оборотов в минуту при 1.15 АТА. На таком режиме можно летать неограниченное время. Второй режим боевой, 2300 оборотов в минуту при 1.23 АТА. Продолжительность такого полета ограничена 30 минутами. Третий режим чрезвычайный, 2400 оборотов в минуту при 1.3 АТА. Ограничение при таком режиме полета до 5 минут. Четвертый режим, это форсажный, 2400 оборотов в минуту при 1.4 АТА. В принципе управление режимами очень простое и при правильном использовании двигатель сложно повредить. Основным недостатком являются недостаточные обороты при малых скоростях и невозможность повысить их при использовании ручного управления шагом винта. Если при полете на Фредрихе или Густаве мы можем облегчить шаг при вертикальном маневре, чтобы повысить обороты, то на Эмиле этого сделать не получится. Идет большая потеря в мощности и очень быстро падают обороты. Поэтому при уходе на вертикальные маневры заранее увеличивайте тягу, чтобы повысить обороты двигателя и иметь мощность больше. Потому что если вы этого не сделаете, то при добавлении тяги при уменьшенной уже скорости на вертикальном маневре до 200 км в час, прибавление тяги вам ничего не даст. Эмиль имеет один из самых худших показателей скороподъемности в игре. Хуже него только истребитель П-40 на данный момент. Скороподъемность Эмиля у земли 14 метров в секунду. Как вы видите, это очень плохие показатели, поэтому при ведении боя старайтесь избегать в бою длительных затяжных маневров, связанных с набором высоты. Я подробнее расскажу об этом чуть позже, когда мы будем разбирать тактику боя на Эмиле. Как и на всех немецких самолетах, Эмиль имеет полностью автоматизированную систему управления винтомоторной группой. Качество топливово-воздушной смеси и передаточное число на питателе не требуют ручного управления в полете. А вот воду и масло радиатора имеют только ручное управление, и мы можем ими управлять теми же кнопками или осями, которые назначены для управления ими на красных самолетах. Охлаждение на Эмиле очень хорошее, и можно летать без перегрева, не открывая сильные заслонки радиатора. Для полета в летнее время хватает 30-40% открытия радиатора для выдерживания рабочей температуры, а зимой можно вообще закрывать их до 4-5%. Самолет имеет ручной механический привод в борте и выпуска закрылков, поэтому перед посадкой выпуск закрылков следует осуществлять заблаговременно. Угол выпуска закрылков можно контролировать по меткам на левом закрылке. Закрылки можно выпустить на любой угол до 42 градусов. На самолете нет триммеров, есть управляемый вручную перестанут стабилизатор. Его следует использовать как триммер, уменьшая усилие на ручке управления в полете. Перед глубоким пикированием на большой скорости стабилизатор следует устанавливать так, чтобы для удержания самолета в пикировании приходилось немного отдавать ручку управления от себя. На самолете установлены автоматические прикрылки, они позволяют несколько увеличить критический угол атаки и сделать выход на режим сваливания более мягким. Свободно ориентированное хвостовое колесо может быть застоплено в положении по полету при помощи рычага в кабине летчика. Колесо необходимо застопорить при продолжительном управлении по прямой, а также перед взлетом и посадкой. Самолет имеет раздельное управление гидравлическими тормозами левого и правого колес шасси. Торможение каждого колеса осуществляется нажатием на верхнюю часть соответствующей педали. Взлет, полет и посадка производятся с закрытым фонарем, так как конструкция самолета не позволяет осуществлять полет с закрытым фонарем кабины. Есть система аварийного сброса фонаря двумя частями для покидания летчика самолета в полете. Вооружение самолета состоит из двух 20-мм пушек МГФФ, установленных в крыльях, боекомплект которого составляет 60 снарядов, скорострельность 540 выстрелов в минуту. Также установлены два пулемета МГ-17 калибр 7,92 мм, имея 1000 патронов, 1200 выстрелов в минуту. Пулеметы синхронизированы, то есть стреляют через винт. Бомбовое вооружение до 455-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб СЦ-50 и 249-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб СЦ-250. Система управления бомбодержателем позволяет сбрасывать бомбы только по одной. Давайте посмотрим на приборы. Расположение приборов на панели хорошее, все хорошо видно и читается без проблем. Для вас самым нужным прибором будет давление надува 22 и обороты двигателя 23. Если вы синий пилот, вам нужно обязательно научиться следить в бою за надувом и оборотами. Это важно для полетов на всех немецких самолетах. Предельная скорость пехирования составляет 750 км в час. Но так же, как и на всех самолетах, предельную скорость можно превышать. При этом старайтесь не использовать нейроны или руль высоты. Работайте только стабилизатором и триммерами. Как вы видите, Эмиль я разогнал почти до 900 км в час. И самолет остался цел. Но это не означает, что так будет всегда. Нет. Разрушение может быть на 880 км в час. Поэтому я не советую вам рисковать, так как 850-870 км в час хватит с избытком, чтобы оторваться от противника. С другой стороны, на этом самолете не убежать от Яка, ЛА-5 и даже от ЛАГ-3. Лучше вступать в бой и сбивать их, так как маневренность Эмиля позволяет крутиться как минимум на равных с Яком. В уроке по самолету И-16 мы проводили тесты И-16 против Эмиля, где было выявлено преимущество Эмиля только по скорости и уходу от И-16 в мелком наборе высоты на большой скорости. Климп на 300 км в час и вираж, Эмиль проигрывал И-16. Тем самым было доказано, что в ближнем бою Эмиль проиграет И-16. Но, хочу заметить, что когда я летал на Эмиле почти месяц, то я не встретил ни одного И-16, который смог бы меня перевиражить. Более того, я не встретил ни одного И-16, который бы вступал в бой, пользуясь своими преимуществами в скороподъемности. Все, что я видел, это обычное начало боя с виражами и сваливание в штопор от перетягивания ручки. Народ не умеет летать на И-16, поэтому смело идите в вираж за И-16. Даже если вам попадется хороший пилот и вы не сможете его достать, вы всегда сможете плавно выйти из виража с набором скорости и уйти от И-16. При ведении боя вы должны пользоваться всегда преимуществом своего самолета и недостатками самолета противника. Вы должны знать каждую машину, поэтому нужно изучать каждый самолет и знать все преимущества и недостатки, чтобы правильно строить бой. Эмиле это удивительный истребитель, он невероятно маневренный и прост в управлении. Его не кидает и не болтает, как другие мессершмитты. Он стабилен, как красный самолет и отлично держит вираж с любым красным самолетом, даже с И-16. Как ни странно, но именно вираж спасает в самой сложной ситуации, так как Эмиль не блещет выдающимися характеристиками скороподъемности. И хоть я постоянно говорю вам, не вставайте в устоявшийся вираж, в данном случае Эмиль это исключение. Ему просто больше нечего, ничего не остается делать. Если он пойдет на маневр йо-йо, для выполнения которого требуется набор высоты, то он проиграет. Пойдет на свечку, в любой климп он проиграет, так как особенность двигателя не дает возможности выдавать высокие обороты на малых скоростях, что приводит к невозможности ведения вертикального боя. Когда начинаете бой, старайтесь сразу давить на противника доворотами. Эмиль позволяет очень хорошо доворачивать, при этом имеет отличную устойчивость. Выпускать закрылки можно при довороте, но желательно не больше 15%, самое оптимальное это где-то процентов 10. Когда противник начинает делать йо-йо, не нужно идти за ним вверх, повторяя его действия. Вы должны встать в вираж, включить ручное управление, выставить тягу на надув, который не повредит двигатель. Как определить, какой надув не повредит? Здесь все очень просто, смотрите, если до боя вы летели спокойно, на продолжительном режиме, то можете смело давать тягу 1.35 ата, и выкручивайте обороты до 2.600, 2.500, 2.600, вот так вот держите. Если вы вели бой до этого, то ваш ресурс двигателя уже уменьшился, и нужно выставить меньше надув, примерно 1.3 ата. И также держать обороты 2.500, 2.600, а если вы долгое время ведете бой, и чувствуете, что двигатель уже на пределе работает, и может получить повреждения, то поставьте где-то 1.25 ата, и старайтесь держать обороты 2.400, 2.500. Когда стоите в вираже, старайтесь, чтобы не было звука срыва потока на крыльях, при этом выдерживайте скорость не менее 210 км в час. Сейчас давайте посмотрим тесты с Як-1. Я не стал делать тесты по разгону, к лимбу против Як-1, так как думаю, всем понятно, что Эмиль проигрывает Яку по всем этим моментам, но вот по маневренности ничем не уступает. Тесты будут только с Яком, так как Ла-5, Лак-3, Миг-3 могут только убегать от Эмиля. Если они закрутятся, они не смогут ничего сделать с маневренностью Эмиля, и им остается только бежать. Итак, в первом тесте мы тестируем вираж с выпуском щитков с закрылками на 100%, в вираже встаем на одинаковых скоростях и в равных положениях относительно друг друга. Как выяснилось, Эмиль очень плохо себя чувствует с полностью выпущенными закрылками и не может устоять за Яком в вираже. Поэтому в следующем тесте я выпущу закрылки на 30%, что является самым лучшим решением. В этом тесте Як-1 показал себя очень хорошо. Дело в том, что Як-1 может стоять в вираже на очень маленькой скорости, проходя круг по меньшему радиусу, на скорости где-то 180 км в час. Эмиль не может нормально лететь в вираже на такой скорости, но он уверенно выходит в 6 Яку, имея скорость выше, примерно на 30-40 км в час. Если бы не тест, то, конечно, я бы немного разменял скорость на высоту и смог бы выйти на огневое решение, срезая угол. Но без набора высоты, как вы видите, я не могу завести в прицел Як-1, потому что радиус прохождения круга у него меньше, и я не могу войти в него из-за избытка скорости. И довернуть не могу, так как я сразу свалюсь. В следующем тесте Як-1 начинает делать ее на малой скорости, а Эмиль остается стоять в вираже, пытаясь достать Яка и Ич. Через некоторое время выходит на огневую позицию и стреляет, повреждая его. Тут Як полностью проигрывает, так как двигатель не справляется с набором высоты, а дальнейшее срезание угла не приводит к улучшению позиции, в то время как Эмиль спокойно стоит в вираже и выходит на прострел. В этом тесте Як-1 пойдет на ее на большей скорости, а Эмиль также останется в вираже. Пытаясь выйти на стрельбу. Этот тест еще раз доказывает, что Як при исполнении маневра Йо-Йо не может улучшить ситуацию, и Эмиль все равно первый выходит на стрельбу. Пытаясь выйти на стрельбу. Давайте подведем итоги. Из тестов можно увидеть, что Эмиль не уступает Яку в маневре и может на равных с ним воевать в ближнем бою. Эмилю категорически запрещается выпускать закрылки больше 30%, так как это ведет к существенному снижению скорости и ухудшению маневренности. До 210 км в час Эмиль чувствует хорошо себя. Если скорость ниже, то начинается раскачка и нестабильный полет. Да и не нужна ему такая маленькая скорость. Лучше держать 240-250 км в час, и если нужно, то излишки скорости можно отдать за высоту. Помните это. Когда я летал на Эмиле в онлайне, пилоты Якоб, даже находясь выше меня, старались сразу меня дожимать и сесть мне на 6. Скорее всего, они не определили, что это Эмиль, или вовсе не знали, насколько он опасен в маневре, и получали 6. Поэтому даже не думайте убегать от одного противника. Вступайте в бой с мыслью, что ваш самолет лучший в маневре, и сразу доворачивайте и дожимайте противника. Перед боем включайте запись, и если вас собьют, то потом, пересматривая запись, вы увидите свои ошибки. Если вы их не видите, то пришлите запись мне, я подробно расскажу о ваших ошибках, и в следующий раз вы их не будете повторять. Я сделал видео, где показал бои один на один, вы можете посмотреть их на главной странице, также я дам ссылку в уроке. На этом у меня все, я прощаюсь с вами, увидимся в следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok